Друзья, всем привет! С вами Юра, это канал Гомель АвтоСаунд. И сегодня долгожданное мероприятие, одно единственное, которое проводится раз в году, на котором Андрей постоянно ест. В прошлый раз я был в девятнадцатом году, и в двадцатый я пропустил. Собственно, сегодня очень много проектов, сегодня очень много машин, наверное, больше, чем всегда, либо я не знаю, честно говоря, попробую показать что-нибудь вам. Какие-то отдельные я попробую записать интервью, потому что есть такие машины, которые действительно лютые. Сейчас вы все увидите, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, буду ходить по площадке и потихоньку показывать машины. Вот, собственно, Вань, когда он разговаривает по телефону, я всегда надоедаю и буду надоедать Значит, что в Лифане изменилось? В Лифане изменилось немножко внешко Скоро будет новый видос Сходка, как в прошлом году, Ваня приедет, Гомель, Мозырь и там я уже покажу обновки, небольшой будет видос, но сама суть, поменялось оформление, здесь немножко доделались трубы в камеру и сабы перевернулись обратно магнитами наружу, валит просто люто, я вот попрошу, он навалит, это очень сильно, очень сильно. Ну и, конечно, ничего не слышно вообще, разговаривать очень сложно стало, она была с утра мне снимать, поэтому, друзья, мои планы на сегодня я показываю. Я уже все рассказал, я уже рассказал в двух словах про твою машину, что мы сделали с тобой видео, короткое обновок, уже когда ты приедешь к нам в гости на нашу сходку после базара, а обновок, ну, косметика, косметика, какие-то детальки, какие-то новые, вообще. И Антоха, братан, ходит здесь. Здорово, здорово. Наша коляска, Андрюха поучаствовал в замере, Андрюха надавил 115 с фронта, по правилам закрывалась пищалка, короче, ну, вот сейчас накрывают машину. В общем, ну, 115 это тоже нормально, у него не было никогда громко, у него было нормально. Ой, Юрик, Юрик, меня в YouTube, хочу в YouTube, давно не снимался. Новый проект «Хочу в YouTube», да? Да, да, да. Да ты уже там, братан, все. На самом деле очень много машин, я, честно говоря, давайте попробую просто пройтись, начать с ряда. Здесь еще выставка тюнинг машин, поэтому, я думаю, надо с автозвука начать, а потом уже пройдемся по тюнингу. Так, первое, что мы видим, это вроде витебские автомобили. Стильненько, стильненько, и вот такие вот кубки, где поршни, поршни и корзины. Вот это наши друзья из России приехали. Сейчас вот обязательно посмотрим, какие проекты они привезли в этом году, потому что это мой хороший знакомый, вот Роман Брулуцкий, он со своей команды приехал сюда. В этом году, это уже прошло два года, с момента 2019 года, он уже представляет Демокар и команду SWAT. И совсем другой проект, у него уже его тренажка, она уже на компонентах SWAT, и там стоит стена. Обязательно посидим, я попробую. Ну, вот это у нас купешка. Купешки. О, братан, братан, привет. Вот такой вот у нас фронт. Это, скорее всего, может, Ауратим. Вот так вот все интересно сделано. Сколько тут шестнарей, я не вижу. Но я надеюсь, что я пообщаюсь потом с владельцем. Так, ну и, конечно, знакомый Ланцер. У нас, конечно же, вот все приборы, пирометры, динамики. И люди приехали завоевывать места. Вся суета, суета, да, да, да. Мы этот Ланцер помним тоже по видосам. Вот такая вот четверка. Но здесь получается больше упор на тыл. И вот, собственно, такой вот тыл. Очень люто. Очень круто. Извините за звук, но ничего не слышно. Я надеюсь, что микрофон пишет, когда я хотя бы в него говорю. Вот у нас тоже. Это первая машина представительница демокара SWAT. Вот такой вот фронт. И у нас... Ага. И у нас вот такой вот гроб. Очень сабвуферы похожи на Т-шки. Тоже с карбоновыми колпаками. Возможно, очень похожая линейка. Надеюсь, что доведется здесь посидеть. Так, что у нас тут получается? Восемь пар двадцаток. И сабовое звено. Четыре пятнашки. Я надеюсь, что сможем найти владельца и пообщаться. Дальше тренажка Ромы. Собственно, это капитан команды. Как я понимаю. Сейчас будем снимать. Он как раз палит. И вот попали в то время. Дальше тренажка Ромы. Так, ну что, друзья. Я в тренажке Романа Бурлуцкого. Напомню, в девятнадцатом году он приезжал с другим сетапом. Сегодня их команда представляет команду SWAT. И вот два Демокара или сколько или больше? Два Демокара. Два Демокара. Собственно, первый вопрос у меня. Что за сабы и почему они похожи на Тэшки? Они напоминают мне Тэшки. Сабы хулиганы. Вторая версия. Ну да, похожи на Тэшки очень сильно. Аналог, в принципе, Тэшек. Мощность два с половиной киловатта. Также ход побольше, чем Тэшек. Вот. Так, хорошая саба. Ну и Рома постарался сделать стену, как и обещал. И я, естественно, сейчас сижу первый раз. И я надеюсь, что я кайфанул. Давай, навали что-нибудь, чтобы я прям... Так, фронт у нас... А фронт у нас... Саботажа. Саботажа? Да. Щаутные, шестари, шестари. А что у нас еще из особенностей? Вот кнопки-то усилители, скорее всего, да? Это усилители, да. Это включение, получается, открывание двери моей. Это пассажирский. Кнопок наработает все. А, кнопки, да? Эти две кнопки запасные. Генератор с ревизменностным регулятором, да? Да. И какой-то новый пионер. Пятьсотдесятый, да. Был восьмидесятый. Вот, пока время на пятидесятый поставили. Кстати, большое им спасибо, что они приехали. Они реально ехали чагирями. Я попрошу его фотографии, чтобы он меня скинул, какими путями и какими пыльными они сюда приехали. Но они здесь, и они разбавят нашу атмосферу белорусскую, что очень классно для, вообще, в принципе, автозвука в целом. Что, Ромич, вольни, мля. Давай, вольни. Чтоб я охренел. Я готов. Продолжение следует... У меня дыхалку перебило. Слушай, вот эта стена, сколько у тебя результат с нее? Ну, закрытый 159, открытый 160. Азвыр выдрала, да? Да, да, да. Шесть просто. А какой усилитель на них стоит? Квазарку 28. По питанию в шесть секций... Не слышно ничего. Кто-то, кто-то валит рядом, да? Да. Получается, у тебя квазар стоит 28, восьмерка, да? Квазар. А я думаю, откуда прям, слушай, так дубасит жестко. А по питанию... Питание в шесть секций 35 и генератор Т-130 ампер. Суна с этим. Не, ну я такую еще стену не слышал. Я так прибила жестко. Он играет, ну, как бы, в полшишки сейчас, как бы, с Квазара. Мощи столько не требуется. С запасом брал. Там мощи, да. Ну, это хороший выбор. Я бы тоже на Квазара взял. Ну, да. Давай еще что-нибудь, прям, напоследок. А то там люди ждут. Может, какие-нибудь характеристики что-то поснимать. Слушай, как-то поменялась погода. Сейчас жарко, вообще просто. Да, очень жарко. У тебя здесь еще жар, наверное, от мотора. Да, скорее всего. Ну, и солнце у нас что-то начало как-то... Ну, чуть пониже, послушайте. Ну, давай, шли, с Ромичем. Ну, давай, шли, с Ромичем. Я знаю, откуда вы. Ну, просто здесь чистотыл, да? Я так понимаю. Или фронт кайчей? Ну, фронт есть пока начинающий, новичок по фронту. Тут два шестаря. Пойдем в это самое, в салон сядем. Там потише просто. Прикольные эти ремешки. Да, тут открывание придумали. Короче, это брянская четырка. Значит, они тут всей командой приехали. Вот и рядышком стоит ланцер. Тоже сейчас за него поговорим. В общем, они всей бандой приехали. Ну, пока остановимся на четырке. Четырка у нас с тылом, да? С лютым тылом. Ну, давай сначала хотя бы начнем отсюда. Два шестаря, спарта 164-я. Тут у нас спарта. Ну, это просто для, я понял, чисто для подзвучки. Нет, довороты это для реза. Ну, потому что везде заглушки, заглушки. Так я подумал, у вас основной. Самый низший класс пока что. Пробуем. Так, а что по питанию вообще? Чем вы качаете? Секция лития титаната. ВПС без 253-й. О, пока тишина, можем пойти на улицу и нормально поговорить. Собственно, вот тыл. Здесь у нас эстрадные какие-то, да? Это типа низаточки, да. Типа низаточки, да. Играют от 8К. Идол 8К. Спарта 204-я. Играют от 500.2. Они не нео сейчас? Нео-нео, конечно. Спарта, да. Это линейка Спарта, она сделана на нео. Анатолия. ПТ-100. Играют они у нас от, 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 не помню от чего. Короче, у вас так получается шестналь. Да. Витера 20-ки. Шестналь это так крупная версия была. А еще интересно сделано огнетушитель. Сделали такой раскрыт. Это, кстати, вы. Это правильно. Огнетушитель в доме. Даже не один, да? Два. Рядом с предами сразу, вдруг, если что, сразу. Нет, это не если что. Это просто, она получается как полностью автоматизированная. На любое питание подкидываю, в любом месте слушаю. Своё головное устройство, свои усилители. То есть... Ну, если любое место поставил, на аккумулятор накинул и всё. Пошли форсы. Певторые. Да. Это здесь он поставил? Да. Если мы бы не входили в класс, мы бы поставили аэропарай. А, там же площадь. Да, да, площадь сидит. Да, интересный лансер. С результатом 115. Это, на самом деле, очень круто. Потому что даже Лифан, вот, который считается самой громкой машиной Беларуси, сделал там 113 вроде вообще. Так что очень-очень даже. Да, играет. Это от Спарти 500.2 в 0.5 в канал. Играет. Ну, рост сопротивления, да. А Саба вообще есть? Саб пока по фронту. Были два года назад здесь с Сабом в этом году. А вот кто-то, да, тут что-то сложил уже. Это на перемотку? Не-не, это так. Взяли. На всякий пожарный. Тут ничего такого. А здесь? Просто на будущее. Панерка лежит, я, вода. Все просто. Так, а кто из вашей еще команды? Это вот что за Аура-тим? Это тоже с вашей банды? Да, две машины с Ват и Аура. Аура чисто на фронте, да? Ну, у него боевой короб был. Боевой короб, да. Вот они, наши топовые машины. Так, а кто на... В Калинине, наверное, еще... У Ромы я посидел. В Калинине сидит вот Роман Бурлутский. Это вот его тренахарь. Да. У Ромы я уже побыл, а вот в этой Калинине нет. Ох, как тут компактно, блин. Ну да. Так, это у нас тоже, значит, брянский автомобиль и команда SWAT. Романа Бурлутская уже поснимала. Это у нас Калина. Там тренажка, это была Калина. Здесь немножко другой подход. Я смотрю, тут у нас... Это что, гроб? Гроб. Гроб. 4,15. Ну, давай, давай начнем, наверное, с фронта. Здесь опять меня ожидает вот эти динамики смотрящие прямо мне. Ну, здесь плечо, правда. Фронт 8 пар SWAT саботаж, 175 Ват номинала и две пары пищалок SWAT. Питает все. Но пищалки сейчас вообще отключены. Так на них идет SWAT Revolution 410. На середине идет на данный момент один 3-киловаттный широкополосный моноблок. Так, подключено, все в один он получается. Каждая дверь звонит 5. Потом все идет в параллель. И на выходе. Блин, как красиво вот здесь вот сделано. Такое открытие, кнопочка здесь. Блин, и вообще карта перешита так красиво. Ну, да. Видно, короче... Я вообще вот этого кайфую, когда вот это кожа все. Так, что у нас еще из особенностей в данном демокаре? Это у нас выносной регулятор, да? А какой генератор? Генератор АЗ-13, 320 ампер. Питания маловато, 3 секции тетоната стоит. Надо добавлять. Очень лютые проекты сегодня. Спасибо парням, что они приехали. Они ехали вообще по каким-то полям. Они приехали все в песке. Мы ехали, я два колеса прорубил. Но тем не менее, это очень круто. Так, головное устройство у нас Alpine. Alpine 92. То есть все простенько. Все нормально, флешечка. Ну и давай к самому, наверное, интересному. Что тут занимает полмашины у тебя? Это у нас гроб. Да, стоит 4 пятнахи, SWAT хулиган. Катушки 1 плюс 1. Питает их 4 моноблока, SWAT саботаж. На каждые получается САП? На каждые САП, каждый моноблок. Подключено все в 0,5. Да, машина полностью завибрена. Я смотрю, у тебя тут слоя 2-3, наверное, да? Ну, тут получается два слоя четверки Prof.F. И сверху слой комфорт-мата. Экстрим комфорт-мата. А вообще что-нибудь мы послушаем вообще-то? Хотя бы кратковременно. Ой. Секунд на 15. С удовольствием. Выключился телефон. С бумом не могу соединиться. Поэтому и не прошел квалификацию на бас-рейсе. Телефон включил. У тебя только с телефона флешки ничего нет? Не флешки, да. Ничего нету, не взял. Что по питанию ты говорил? Или ты и не говорил? Я просто уже что-то. По питанию, ну, получается, под капотом генератор AZ13320 А. Под капотом одна секция 45-ки летиотитоната. 45-ка. И здесь 2,3-ки. Ну, это еще в коробе, да? Да, балансир. Ну, еще проект собирается. Поэтому еще много всяких не доделают. Это те сабы, которые на Т-шки похожи, да? Ну, вот чем-то схожи, да? Это, получается, уже идет вторая версия. Первые сабы, да, были похожи на АТ-шки. Здесь уже хоть прострочка что-то, что они задали. Здесь уже, в принципе, абсолютно другие сабы и АТ-шки не отличаются. Ну, вообще, оттуда открывается у тебя что-нибудь? Мы можем что-нибудь посмотреть, да? Багажник можем открыть. Так, здесь тоже с кнопочки. Да, здесь есть кнопка. Очеред. Все красиво. Открываем. А, вот оно-то. Так, красота. Ну, да, тоже карбоновый колпак, да? Да, получается на ней. Ну, да, чем-то похоже, но просто это схоже. Уже схоже, да. Сегодня повалил, начинает петли вырывать. Все занимает музыка. Все пространство машины. А здесь сбоку открывается, да? А, там грязно лучше не открывать. Я понял. Не для съемок. Ну, таким образом она забрендирована. Все, сват. Это определенные какие-то условия, да? Там, типа... Ну, да, просто забрендировать все. Забрендировать, да. Как бы, фирма понравилась. Потому что, ну, посмотрел у нас в городе Рома катался. В принципе, железо посмотрел, пошупал, понравилось. Рома раньше с СТ-шками своими катался. А потом перешел, решил пойти в Демокары. Ну, я решил тоже. Ну, не жалеешь? Нормально, вот по условиям вообще, в принципе. По условиям, да, все нормально. Времени маловато, конечно. Серьезные проекты. Надо много времени, чтобы собирать. Тут вроде как, ну, два месяца. И очень много чего надо зарабатывать. В этом году, наверное, даже уже... Да, вот они. Как у вас эти... Нарушители, нарушители тишины города Брянска, знаете... Не, 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 мы... Нет? Вы, какими, нормальные, нормальные, когда нужно, да? В полях, в полях. Никому не мешать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok